Привет, дорогие друзья! Вы на канале Дарья Дроздова. Сегодня у нас, скажем так, уже конец ноября, начало декабря. И к чему это видео, вы поймете в дальнейшем. Если не будете переключаться, подпишитесь обязательно на канал, поставьте лайк, если вам нравится это видео, и напишите комментарий, что вы думаете о том, что я вам скажу в этом видео. А видео именно о том, как зарабатывают люди миллион, или два, или три. Но я эти миллионы не зарабатываю. Поэтому видео якобы вот такое вот, но очень интересное, важное для каждого человека, который живет в нашей стране, и больше даже, которые живут в Краснодарском крае. Потому что это все близко именно к тем людям, которые живут в Краснодарском крае. Потому что я живу здесь, это все видела, это все, скажем так, на моих глазах происходит. Перед Новым годом, за месяц, на наших улочках Краснодара, возле магазина «Магнит», «Магнит Косметик», всяких разных там магазинов, организовываются торговые лавки. Они всегда организовываются. Продают фрукты, продукты, бабушка укропчик продает, какой-то дядечка рыбу наловил, продает. Кто-то продает помидоры, кто-то продает там хурму и так далее и тому подобное. Но перед самым Новым годом, за месяц где-то, иногда по районам начинают вставать такие точки грибы. Они постепенно, как кочки, наверное, в болоте исчезают, потом появляются. Эти кочки – это такие торговые точки, которые продают якобы натуральную лососевую икру красную людям перед Новым годом, чтобы они купили по акции ее одна баночка 300 рублей, когда она становится в «Магните» и в «Ленте» 350 перед Новым годом. Вот. И две баночки за 500. Все это выстраивается горочкой. Красиво ставится баночка, в которой лежит настоящая икра. Можно ее попробовать. На эту уловку попались в прошлом году мои родители. Они купили к Новому году две баночки икры, отдали четыре. Да, четыре за нее тысячу рублей. Хотя, в принципе, ее цена. В «Магните» можно было купить эту икру за 100 рублей все эти четыре баночки. Точнее, все это количество, весь этот вес икры за 100 рублей, потому что это имитация икры. Кто-то придумал замечательный бизнес. Заворачивает банки из-под настоящей икры. Вот. Пишет о том, что это икра, что она привезена якобы с севера, что, в общем, ну, какая она есть. То есть, все-все-все прописано на этих баночках. И выдают это все людям. То есть, человек купил, например, 31-го днем эту икру или 30-го. Принес и бережет ее до Нового года, чтобы Новый год открыть, сделать красивые, вкусные бутерброды. И тут он открывает эту баночку и вуаля! Там, соответственно, никакая не икра. А самая настоящая, я бы сказала, ну, не буду, в общем, подвох. Вот. И становится очень обидно. Но прийти уже, предъявить, соответственно, это некому. Так как эти точки, они кочуют сегодня здесь, завтра там, потому что знают, кто-то придет и сделает им а-та-та. А некоторые голову оторвут. Поэтому они перемещаются. То есть, сегодня ты купил, завтра ты уже сюда прийти не сможешь и их найти. И с года в год они занимаются этим бизнесом. То есть, это было в прошлом году. И сегодня, в этом году, я увидела эту точку. И я не смогла, ребята, пройти мимо. Я, во-первых, засняла ролик для вас. Сейчас он будет. А во-вторых, я разнесла все ей, этой девушке, все, весь ее товар, на что она меня там всяко разно оскорбила. В общем, я разнесла там все в пух и прах. Можете меня осуждать, можете нет. Но контрафакт, контрабанду вот такую вот, я думаю, что нужно как-то прекращать. И нужно что-то с этим делать. Потому что люди отдают живые деньги. За что? За какие-то водоросли или какие-то имитированные продукты. Как за настоящие продукты. В общем, это полнейший обман. Мне очень жаль этих людей. И я хочу, чтобы все были на чеку и понимали, что ни в коем случае не нужно покупать. Это вот в этих лавках. Нужно брать в дары Камчатки. Есть магазины хорошие. Хорошие рыбные у нас магазины. То есть в хороших, нормальных магазинах. Где не просто тебе дают попробовать другую баночку, а именно из всего того, что продают. Либо на развес, либо это должна быть упакованная хорошая банка именно в специализированном магазине. Так что вперед, дорогие друзья. Давайте посмотрим на это все. Но прежде не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Я очень буду ждать комментарий. Спасибо большое. Привет, дорогие друзья. Вы на канале Дарья Дроздова. В Краснодаре начинается икорный лохотрон. Где вам дают попробовать икру за 500 рублей две баночки. А потом там продают неизвестно что. Так что, дорогие друзья, потом через день, через два эти товарищи смываются. И вот как это... Посмотрите. Вот такие вот баночки. Замечательный икрой. Очень вкусный. Вот. Вот тут есть икорка. Вам дают ее попробовать. Вот такая цена. Вот они, эти товарищи. Привет Ютубу. Ребята, дорогие друзья, знайте все, что вас обманывают. И ни в коем случае не покупайте эту икру и не попадайтесь на этот лохотрон. Просто продавец нам даже не подходит и не предлагает посмотреть баночки, завернутые. Искусственная икра, которая стоит 20 рублей. Запаковали в банки, придумали такой бизнес. И вот теперь занимается этим на молодежном микрорайоне возле магнита. Так что рекомендуем даже товарищей этих проверить на качество вот этой вот икорки. Посмотрите. Ложечки такие у них все тут есть. Так что будьте осторожны, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.